МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Строительство нового детского сада продолжается в поселке Калинино. Люберецкий пассажир. Транспортные проблемы округа обсудили совместно с жителями. В Люберцах есть на что посмотреть. Луиза Игия Зарян изучила самые интересные туристические направления округа. Телеканал ЛРТ получил приз на 21-м открытом фестивале Братина. Заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов и руководитель госжилинспекции Подмосковья Вадим Соков посетили Люберцы с деловым визитом. Они оценили результаты работ по комплексному благоустройству дворов и ремонту подъездов. Кроме того, в рамках визита прошло официальное открытие единой диспетчерской службы по вопросам ЖКХ. Теперь единая диспетчерская служба ЖКХ функционирует в полном объеме и обслуживает весь городской округ Люберцы. На данный момент договоры заключены практически со всеми управляющими компаниями. Работа в тестовом режиме, проводимая с начала сентября, показала, что такое единое окно действительно упрощает процесс решения жилищно-коммунальных вопросов. Количество обращений, поступивших от жителей за этот период, говорит само за себя. Более 35 тысяч принятых и обработанных заявок. Все заявки у нас записываются, то есть имеют индивидуальный номер. И, в принципе, хранятся они уже у нас в течение пяти лет. Любую заявку, любую историю мы можем легко найти, прослушать. Еженедельно у нас идет обратная связь. Что это значит? У нас операторы делают обзвон жителям и уточняют, насколько они выполнили эту заявку качественно и ставят соответствующий балл. Кроме самих жителей, помогают контролировать ситуацию и специальные мониторы, которые в режиме реального времени транслируют выполнение заявок. А органы местного самоуправления и надзорные органы, в свою очередь, имеют доступ к оперативным данным о ситуации в жилом фонде. Мы, как надзорный орган, можем смотреть, где идет западание, где идет отклонение от срока выполнения обращения. Ну и самое главное, в том числе, если есть возможность синхронизации с МОСОБЛЕРЦ и видит, допустим, заявитель, должник, не должник, какой долг и так далее. Дозвониться оператору можно по короткому бесплатному номеру звездочка 5105 либо по телефону горячей линии 8 800 301 44 33. Обратиться за помощью по коммунальным вопросам возможно в любое время суток. Сейчас нет ни стихии, ничего. Все операторы заняты. Я представляю, если сейчас, допустим, пройдет какие-то отключения, то операторы... У нас как раз мы сделали так, что диспетчерское служение обыдывало в момент пуска отопления. И мы как раз на этом фоне отследили тот момент, достаточно и недостаточно. Поступило около 20 тысяч звонков, было ежедневно, у нас ведется статистика, операторы абсолютно спокойно успевали. Люберцы вошли в число пяти пилотных муниципалитетов, в которых внедрена такая система. Вопросы в сфере ЖКХ руководство местной администрации держит на особом контроле. Благодаря этому городской округ занимает лидирующие позиции в Московской области касаемо реализации программ по комплексному благоустройству дворов и ремонту подъездов. Мы делаем такие детские площадки, спортивные площадки. По возможности, конечно, пытаемся делать и делаем парковки. И мы в этом году должны сделать не менее 5600 парковочных мест. Это тоже огромная большая работа. В этом году с опережением графика преобразовано 69 люберецких дворов, а также запланирован ремонт 1300 входных групп. Это четверть всех подъездов многоквартирных домов на территории округа. В настоящее время эти работы завершены на 67%. Если бы другие муниципальные образования брали примеры в этом вопросе городского округа Люберцы, то Подмосковье в ближайшее очень обозримое будущее кардинально бы изменилось. Стоит отметить, что все работы по благоустройству дворов и ремонту подъездов проводятся под контролем жителей. Управляющая компания учитывает пожелания собственников и сдает объект только под подписью представителей общественности. Луиза Егязаря, Никита Скраган, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Остановочные павильоны в Люберцах начали адаптировать под маломобильных граждан. Эти работы проводятся в рамках реализации программы «Доступная среда». Таких остановок в городе пока две – на улицах Инициативной и Кирова. Они находятся в местах, приближенных к соцобъектам. Одну из них проверил глава Владимир Рыжицкий. На остановочном павильоне на Кирово стоит укороченная скамейка. Занижены бордюры, уложена тактильная плитка и висит специальное табло с расписанием для слабовидящих. Обычный пассажир мог бы даже и не заметить этого. Однако маломобильные категории граждан остро нуждаются в таких нововведениях. Мы вошли в пилотный проект. Помимо нас еще три городских округа вошли в него. В текущем году именно само министерство нам предоставило перечень, в рамках которого нам нужно было сделать всего два остановочных павильона. То есть мы выбирали только какие это будут остановочные павильоны, в каком месте они находятся. Александр Чувашев – автовладелец, однако иногда ему приходится пользоваться общественным транспортом. К маломобильным гражданам люберецкие автобусы уже адаптированы. Однако остановки в этом плане пока на начальном этапе. Вместе с представителями власти активист опробовал на себе одну из первых остановок, которую уже оборудовали под мам с колясками и инвалидов. Все усилия по доступной среде, они всегда упираются в ровность наших дорог, в ровность тротуаров, как положен асфальт, есть ли там выбоины. Потому что на колясках есть маленькие передние колесики, которые должны ехать по ровной поверхности. В принципе и бабушка может потыкнуться по ямку в дороге, в асфальте. Этот момент самый главный. Кроме неровного асфальтового покрытия, Александр обратил свое внимание на еще один немаловажный момент – подъезда к павильону. По его словам, они слишком узкие для колясок. Здесь, к примеру, мешает проехать урна. Все замечания парня и представители комиссии власти пообещали исправить. Кроме того, их учтут при разработке проектов новых остановок. Подъехать, скажем, на коляске или зайти в павильону слабовидящему немножечко сложновато. Поэтому я поставил задачу, что впредь мы будем ставить подобные павильоны. Должны быть размеры определенные, мы их согласуем с активистами. Адаптированные остановки в Люберцах в этом году появились впервые. Однако реализация программы «Доступная среда» в округе началась несколько лет назад. Согласно ней, повсеместно проводится укладка тактильной плитки, понижение бордюров на пешеходных тротуарах и переходах. Эту работу продолжат и в 2018 году. Анна Троян, Дмитрий Розянко, телеканал ЛРТ. Программа губернатора «Чистая вода» воплощается в жизнь. В Томилии не работает высокотехнологичная бустерная насосная станция, которая обеспечивает всю северную часть поселка качественной московской водой. В перспективе подключить к объекту и другие дома городского округа. Вода реально хорошая, потому что нужно, что она же, это как речка, поток постоянный. Кристально чистая вода прямиком из Москвы. Теперь в Томилине это не сказки. Современная бустерная насосная станция позволила жителям всей северной части поселения перейти на новую, более качественную воду. Последние немецкие технологии полностью автоматизированы, не требуют участия человека. При каком-то поломке одного из насосов автоматически сразу же включается второй, третий, четвертый и так далее, где потребители обеспечиваются практически бесперерывно. Также у нас насосная группа состоит из пяти основных насосов и одного так называемого дежурного насоса. Дежурный насос, в свою очередь, работает с минимальным расходом электроэнергии, тем самым позволяет станции в ночное время экономить ресурсы. Что немаловажно, все 24 тысячи потребителей получают московскую воду по новым трубам. Программа губернатора «Чистая вода» воплощается в жизнь, поэтому эта станция – это пример, каким образом можно обустроить подачу воды на территорию. Вода – это здоровье, поэтому вода должна быть хорошей, потому что какова вода, такова здоровье. Высокотехнологичная насосная станция открылась еще в 2014 году. Постепенно к ней один за одним подводились микрорайоны. На днях к объекту подключился поселок-экопарк. Кроме качества воды, говорят специалисты, немаловажен и тот уровень давления, с которым она поступает в дома томиленцев. Мы с Некрасовки, в Некрасовке – это Москва. Мы получаем по двум трубопроводам 600-го диаметра, получаем воду с давлением 2 атмосферы. Это нам ее подает Москва. Так как у нас многоквартирные высотные дома, мы обязаны эту воду повысить давление. Для того, чтобы она доходила и на 9-й, и на 16-й этажи. Естественно, поэтому стоит это оборудование, которое повышает давление до 6 атмосфер. Причем автоматика держит давление, вот мы задали, допустим, 6,1 или 6,2, до десятых долей. Пока такая бустерная станция в Люберецком округе единственная в своем роде. На ее строительство было затрачено 46 миллионов рублей. В скором времени к объекту подключат и район птицефабрики. Однако, по словам главы округа, мощности насоса в перспективе хватит еще и на соседние городские поселения. Анна Троян, Дмитрий Розянко, телеканал ЛРТ. В Люберцах продолжается строительство нового детского сада. Он расположился в поселке Калинино и рассчитан на 180 мест. Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию в конце 2017 года. Строительство детского сада на улице поселок Калинино началось в декабре прошлого года. Для того, чтобы возвести дошкольное учреждение, на этом месте снесли два аварийных дома. Ход проводимых работ лично контролирует Владимир Ружицкий. На протяжении всего года он неоднократно проверял процесс строительства. Сейчас, когда социально значимый объект практически готов к открытию, глава округа вновь проинспектировала его. Мы ставим задачу, чтобы садик был открыт в первой половине декабря. То есть, в принципе, здесь все на выходе. Вот мы видим, завершается благоустройство на территории. Уже на части территории даже травка взошла. Внутри ведутся отделочные работы. Здесь все в графике, в норме. Строители, по крайней мере, квалифицированы. Мы их достаточно давно знаем. Они профессиональные. В ближайшее время после завершения отделочных работ в детский сад завезут мебель и необходимое оборудование. Здесь обустроят помещение для музыкальных занятий, за студию, а также тренажерные и спортивные залы. Что касается штата сотрудников, то коллектив детского сада укомплектован на 60%. Напомню, дошкольное учреждение рассчитано на 180 мест. В нем будут работать три ясельные группы. Это позволит разгрузить очередь детей от полутора до трех лет. После нас хоть потоп. В Малаховке после дождя, который шел несколько дней, залило верхние этажи жилого дома. Повторяется ли история лета прошлого года, когда из-за нарушения ремонта кровли нерадивыми подрядчиками пострадали несколько зданий в Любрицах и Томилине. И кто будет устранять последствия случившегося, попыталась разобраться наш корреспондент. А стало еще хуже, потому что сотрудники подрядной организации занялись прочисткой забитой ливневки на крыше дома. По словам бригадира, рабочим пришлось доставать оттуда куски арматуры и кирпичей. Из-за сильного напора воды пострадал верхний этаж шестого подъезда. Приступить к укладке кровли подрядчики смогут только после устранения всех неполадок и при сухой погоде. Пробили ливневку, конечно, не до конца, потому что там, не знаю, может, бетон какой-то. Чуть вода уже уходит. Я оббежал жильцов, уже как капало, так уже не капает. Ну, то, что протекло, оно уже еще пока будет капать. Ну, дальше будем бороться. Кроме неудобств, связанных с протечкой крыши, жителям многоэтажки пришлось потерпеть и холод. Из-за технологического сбоя в 4 часа утра в доме отключили отопление. Люберецкая теплосеть поменяла около 70 метров теплотрассы. Вот, дальше пошли пусконалочные работы. И в 5 часов вечера были все дома и все социальные объекты полностью обеспечены теплом. С подрядной организацией, проводящей капитальный ремонт в этом доме, местные власти еженедельно проводят совещания. Работы на объекте завершатся уже к концу этой недели. И с появлением новой кровли жителям больше не придется заклеивать пакетами электрические щитки. В школе номер 25 состоялся круглый стол по вопросам транспортного обслуживания северной части Люберец. На вопросы жители ответили представители администрации и компаний-перевозчиков. Наиболее волнующие проблемы – это нехватка социальных маршрутов, льготный проезд до столицы и карта «Стрелка», которую до сих пор принимают далеко не все водители. Значит, надо как-то поговорить с перевозчиками, с вашими водителями, чтобы они соблюдали элементарные правила чистоты и порядка. Активная люберчанка Татьяна Кузнецова знает все проблемы северной части города. На встрече она рассказала, что водители общественного транспорта мусорят на стоянках и еще к тому же не дают билеты пассажирам, что уже действительно проблема. Чаще всего, подтвердили жители, такое правонарушение возникает на 501 маршруте. И, как оказалось, на него есть масса других нареканий. В текущем году 8 жалоб. Значит, вы, когда сейчас новое руководство, будете заниматься этой проблемой, обратите внимание, там есть водители, которые нарушают закон, в отношении которого мы сейчас занимаемся работой. Поэтому, пожалуйста, по всей видимости, это не только разговор о том, что не соблюдается схема маршрута. Жесткий контроль над всеми нарушениями перевозчиков в Подмосковье ведет специальное ведомство Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры области. Его директор Татьяна Журавлева совместно с представителями местной власти отвечали на вопросы люберчан и пытались найти пути решения проблем. Одна из особо волнующих жителей – карта «Стрелка». Ее до сих пор принимают не все перевозчики. Я как бы сегодня посмотрю все, но машины все терминалные оборудованы. Во всех машинах есть терминал. Таких нерадивых водителей оштрафуют. Главное – жителям оставаться неравнодушными и вовремя сообщать о правонарушениях в соответствующие органы. Кроме того, люберчане пожаловались на высокую стоимость проезда, неудобные расположения, остановок общественного транспорта и нерегулярность маршрутов. А нехватка социальных автобусов, как оказалось, беспокоят не только жителей северной части Люберец, но и тех, кто живет в новом микрорайоне «Самолет». Мы должны эту тему вынести, утвердить, деньги заложить, бюджет должен это утвердить, депутаты. Если это наш городской маршрут, то городской бюджет. Если мы говорим об области, если областные дороги, это область должна заложить. Поэтому эта процедура в любом случае не быстрая. Еще один вопрос, актуальный уже в течение двух лет – льготный проезд в столицу. Пенсионеры Люберец и в этот раз напомнили власти, что теперь дорога в Москву для них не посильна. Сегодня такова ситуация, какова она есть. И, конечно, сегодня в области не хватает денег. Поэтому уже бюджет этого года, по сути, почти сформирован. Да, Татьяна Николаевна запишет. Да, этот вопрос я поднимал. Но этот вопрос пока, он завис и не проходит. Поэтому эту тему для политиков мы давайте оставим. Она за скобками. Идем дальше. Все вопросы, прозвучавшие на встрече, рассмотрят на совещании рабочей группы, в которую вошли активные люберчане и члены комиссии по безопасности дорожного движения. Анна Троян, Дмитрий Родянко, телеканал ЛРТ. Очередной бизнес-завтрак состоялся в Люберецком каворкинг-центре. На этот раз предпринимателям рассказали о программах кредитования и мерах государственной поддержки малого и среднего бизнеса. А также провели для них увлекательный командный тренинг. Каждый предприниматель при развитии своего бизнеса так или иначе сталкивается с получением кредита. А что оставить банку в залог? Это становится основной проблемой. Для того, чтобы помочь коммерсантам в 2009 году свою работу, начал Московский областной гарантийный фонд. Он предоставляет поручительство коммерческим банкам за представителей малого и среднего бизнеса. У нас на сегодняшний день 47 банков-партнеров. Мы достаточно сильная организация. У нас капитализация больше миллиарда рублей. Каждый год из бюджета Московской области, из федерального бюджета нас пополняют. Обеспечиваем возможность все большему количеству предпринимателей получать кредиты в коммерческих банках. Такую мощную государственную поддержку предпринимателям в нашей стране осуществляют лишь в нескольких регионах. Всеми преимуществами такого попечительства уже успели воспользоваться руководители компании «Пихорский текстиль». Елена Терешкова поделилась с коллегами своим личным опытом. Во возрождении был первый опыт доставления нам кредита на 5 лет. И в первую очередь модернизация технологического оборудования мы провели и уже выводили этот кредит. Сейчас мы взяли еще на миллион лет, еще этот кредит взяли. И таким образом фонд нам помог. Неформальная обстановка бизнес-завтрака поспособствовала доверительным беседам между участниками. Предприниматели рассказали о своих проблемах кредитования, с которыми им пришлось столкнуться в работе, советовались и обменивались опытом. Наша задача поддерживать предпринимателей. А для этого что делать? Значит, каким-то образом вести разъяснительную работу, пропагандистскую работу, вовлекать банковское сообщество, всевозможные фонды, взаимодействие с надзорными структурами, чтобы и бизнес-сообщество, и всевозможные надзирающие структуры, и все структуры, которые способны каким-то образом помочь с точки зрения финансирования, работали открыто, люди друг друга знали, и был бы переток информации от одних к другим, чтобы была такая взаимопомощь. В Люберецком каворкинг-центре часто проходят семинары, курсы и тренинги. Вот и в этот раз представители местного бизнес-сообщества ожидала насыщенная коучинг-программа. Эзидент учреждения презентовала руководителям предприятий новую модель командного мышления. Анна Троян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Депутаты городского округа Люберцы провели очередное заседание совета. На этот раз на повестке дня стояли вопросы введения земельного налога, а также рассмотрение проектов муниципальной адресной программы по реконструкции и развитию застроенных территорий некоторых микрорайонов округа. На совещании депутаты утвердили ставки земельного налога на территории округа. Новые показатели будут применяться с 1 января 2018 года. Напомню, на сегодняшний день при расчете налога применяются ставки бывших поселений. Отмечу, в целом они не особо изменятся. В Малаховке для огородничества ставка составлять будет 0,3, а не 0,2. Увеличится количество льгот, представляемых для социально незащищенных слоев населения. А именно для малообеспеченных граждан, для многодетных семей и для ветеранов труда, которые не работают. Кроме этого, депутаты единогласно утвердили ликвидационный баланс контрольно-счетного органа городского поселения Томилина. Эта процедура является частью ликвидации поселка как самостоятельной географической единицы и вхождение его в состав городского округа Люберцы. В ликвидационной комиссии были соблюдены все процедурные вопросы. Показатель баланса равняется нулю. Если есть вопросы, готовы на них ответить. Кроме этого, на очередном заседании депутаты обсудили проект муниципальной адресной программы «Реконструкции и развития застроенной территории микрорайонов 92-93 городского округа». Дальнейшим предполагается снос всех домов 375-й нумерации. Всего в процессе реконструкции будет расселено не менее 302 семей или 555 человек. Предлагается проект муниципальной адресной программы «Реконструкция и развитие застроенной территории микрорайона улицы Новая». Сносим 11 жилых домов площадью почти 15 тысяч квадратных метров. В предлагаемом проекте застройки мы получаем 135 тысяч квадратных метров жилья. Расселяем 335 человек. Также закладываем строительство поликлиники на 500 посещений в смену. Кроме этого, на совещании депутаты обсудили внесение изменений в положение о порядке формирования управления и распоряжения муниципальной казной городского округа, а также в прогнозный план приватизации имущества, находящегося в собственности округа. Мария Лапчева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Елена Верховых, которая 5 лет возглавляла местное отделение Союза женщин Подмосковья, покинула свой пост. На ее место из состава организации была избрана Анна Зайцева. Кардинальные перемены в составе Союза объявили на конференции, которая удачно совпала с Международным днем девочек. На встрече также присутствовали сотрудники Люберецкой администрации. В Люберецком отделении Союза женщин Подмосковья состоят 260 жительниц городского округа. Это руководители крупных предприятий, депутаты, многодетные мамы и общественные деятели. Представительницы слабого пола принимают активное участие в жизни муниципалитета. Разрабатывая различные социально-культурные и благотворительные проекты, они вносят значительный вклад в развитие округа. Последние пять лет Люберецкими женщинами руководила Елена Верховых. На внеочередном собрании координационного совета она сложила свои полномочия. Время идет и есть очень много проектов, в которые надо к этому подходить более серьезно, более ответственно. И вот такие моменты, вот я даже больше переживаю то, что не успела, как говорится, не смогла и долго подбирала человека. Своё дело Елена Верховых доверила Анне Зайцевой, экономисту по образованию, основателю благотворительного фонда «Светлый мир». Нового председателя общественной организации поздравил глава округа Владимир Ужицкий. Человек вы цельный, настойчивый. Я думаю, что эта должность, она должна вам еще больше дать настойчивости. Пожелаю вам, чтобы и здоровье сохранить. Семья у вас, я понял, замечательная. Анна Зайцева поблагодарила за оказанное доверие и пообещала приложить все усилия, чтобы общественная организация расцветала во благо всего городского округа. На своем первом собрании новый руководитель озвучила наиболее приоритетные задачи. Первый проект, с которым мы планируем вступить в 2018 год, это проект «Знамя Победы». Он уже был заложен ранее в поселке Томилино. Идея создания самого проекта была Елена Антольевна. При поддержке редакции газеты «Томилинская новь» мы смогли его реализовать в поселке. И в дальнейшем мы планируем его развивать во всем округе. На данный момент на «Знамени Победы» вышито чуть более одной тысячи имен героев Великой Отечественной войны. При поддержке руководства городского округа Люберцы это полотно планируется расширить до 10 тысяч лоскутков. В следующем году к участию в проекте организаторы привлекут общеобразовательные учреждения. Люберецкие полицейские подвели итоги работы за 10 месяцев 2017 года. Кроме того, на заседании обсудили приоритетные направления работы ведомства, а также озвучили планы работы на оставшийся период года. Слаженная работа служб и подразделений межмуниципального управления Люберецкая позволила обеспечить стабильные результаты в борьбе с преступностью. Особо важным направлением стала деятельность полицейских в борьбе с экстремизмом и терроризмом на территории округа. Мероприятия, проводимые в целях предупреждения этих преступлений, дали стойкий положительный эффект. Кроме того, было отмечено успешное обеспечение безопасности массовых мероприятий в округе сотрудниками полиции. На совещании озвучили улучшенные показатели по отдельным видам преступлений в округе. Сокращение тяжких преступлений на 26%, особо тяжких составов на 10,5%, меньше совершено убийство на 70%, грабежей на 13%, разбойных нападений на 33%, краш на 24%. Вместе с тем на совещании были выделены и негативные моменты в работе полиции. В частности, по словам заместителя начальника межмуниципального управления МВД России Люберецкая Василия Овчинникова, руководителями некоторых подразделений была некачественно проведена работа по предупреждению преступлений на вверенной им территории. Больше совершено особо тяжких преступлений на территории обслуживания Дзержинского отдела полиции плюс 400% с 3 до 15%. И Лыткаринского отдела на 65% с 23 до 38%. На территории обслуживания Ухтомского отдела полиции на 45% больше совершено грабежей. Отмечается рост квартирных краш на территории Томилинского отдела полиции на 81%. По словам Василия Овчинникова, все это фактически повлияло на показатели всего управления по указанным видам деятельности. Особо он отметил неудовлетворительную работу полиции по раскрытию домовых краж. Мария Лапчева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. К другим новостям. Ветеран Великой Отечественной войны, участник парада Победы 1945 года. Люберчанин Вадим Мальцев отметил 95-й день рождения. Поздравить юбиляра пришли сотрудники окружной администрации. В этот день в квартире фронтовика не смолкал телефон. Поздравления Вадиму Петровичу летели со всех уголков России. Почетный радист СССР награжден тремя орденами Красной Звезды. Орденом Отечественной войны второй степени, многочисленными медалями. Но все же в своей семье он любимый дедушка, у которого учились и учатся все его родные. Молодое поколение должно брать пример с поколения победителей. Вот будьте здоровы. Вадим Мальцев и сегодня в строю. Написал пять книг, дважды становился лауреатом премии губернатора нашей Подмосковья. С юбилеем его пришли поздравить представители администрации, управления соцзащиты, а также председатель общества жертв политических репрессий городского округа Люберцы. Семья прекрасная, которая дорожит теми людьми, которые завоевывали нам свободу, которые отвоевали нашу землю, те, которые, как говорится, не щадили себя, а не знали, что надо побеждать. И победили. И мы им за это очень-очень благодарны. 95 лет – это тот возраст, которому можно сказать многое для своих, для будущих поколений, для нас. Чего-то научить, подсказать. А мы, с своей стороны, стараемся так сделать, чтобы жилось максимально комфортно. Анна Троян, Яна Яковлева и Дмитрий Родзянко. Телеканал ЛРТ. Власти Подмосковья взяли курс на популяризацию туристических маршрутов в городах столичного региона. Люберцы – один из тех муниципалитетов, который богат не только интересными достопримечательностями, но и знаковыми местами, которые в свое время посещали великие государственные деятели прошлого. Наш корреспондент Луизия Геозарян прогулялась по таким местам с сотрудниками Люберецких музеев и узнала много удивительных фактов об истории округа. Первая точка Люберецкого туристического маршрута – это, конечно, Краеведческий музей. Именно здесь представлены экспонаты, с помощью которых можно окунуться в атмосферу древнейших времен и шаг за шагом, поэтапно приблизиться к истории уже современных Люберец. Экспозиции крестьянского, купеческого, дворянского быта помогают понять, как в различные времена жили люди на Люберецкой земле. Посетив Краеведческий музей, можно не только узнать историю родного края, но и увидеть ее и даже прикоснуться к ней. Мы показываем, рассказываем, насколько богата наша земля, богата на тех людей, которые сюда приезжали. Действительно, великие люди посещали нашу землю и бывали не один раз. Это Екатерина Великая, и Петр Первый, и Александр Меньшиков. И мы можем бесконечно, продолжая этот список, он действительно очень большой. Сотрудники музея не только рассказывают, кто в свое время посещал Люберцы, но и показывают те самые места, по которым когда-то шагали великие люди. Немногим современным жителям города известно, что на месте стадиона «Торпеда» в 1632 году была построена Первая церковь, и именно с ее появлением Люберцы приобрели новый статус. Здесь по-настоящему закипела жизнь. Крестьяне стали активно заселять земли, а великие государственные деятели строить дворцы и парки. Вот эта дорога даже проходила в Москву, называлась она раньше Рязанская дорога. И вот эта церковь как раз располагалась вот так, вот она была вдоль дороги. А вот это все, что стадион, вот эта вся земля, здесь вот так вот шло кладбище, а там уже шли их огороды. И дальше, буквально там в глубине, там был, стоял еще, в будущем будет стоять дворец Меншикова. Кстати, фрагмент от той самой церкви, а точнее от ее ограды, сохранился до наших времен. Этот уникальный экспонат можно увидеть в Краеведческом музее. Когда в 1935 году церковь взорвали, решетку передали школе номер один, которая находилась неподалеку. Во время прохождения туристического маршрута сотрудники музея показали то самое место, где было это учебное заведение. Оно находится в 50 метрах от стадиона «Торпеда». Сегодня от этого здания сохранилась лишь маленькая часть – кирпичи с символикой строительной фирмы, разбросанной по земле. Фирма Куприянов и компания. Это была вот эта фирма, она за Зенина была у нас расположена. Изначально хотели привозить кирпичи по Океа, на лошадей грузить, потом на лошадях до железной дороги и привозить сюда. Но оказалось, что можно было найти подешевле, вот нашли эту фирму, и они как раз поставляли, а только на лошадях привозили гужонным транспортом из Зенина сюда. И вот построили три этих здания, вот три здания вот этой школы. Не многие знают об уникальности этого здания, а точнее его фундамента. Это основание дворца самого Петра III, в котором он собирался жить со своей супругой Екатериной II. Но из-за смерти императрицы строительство дворца приостановили, хотя оно было практически завершено. Всё, он становится не нужен, этот дворец, его разобрали, отвезли в Москву, построили этот воспитательный дом. А фундамент его не трогали, его присыпали. И потом уже на этом фундаменте, уже в 19 веке, стали строить эту школу. Школа номер один функционировала до наших времён, пока в 90-х годах во время дискотеки здесь не случился пожар. Сейчас это запущенное место. Исторический объект, которым ценен каждый кирпичик, стал бы потрясающим музеем, считают Наталья Степанова и Ольга Засыпкина. И таких по-настоящему знаковых мест в городском округе огромное количество. Тот небольшой маршрут, который мы совместно проделали, лишь маленькая частица богатой люберецкой истории. В Рязани в рамках ежегодного фестиваля национальной книги «Читающий мир» прошёл круглый стол под названием «Роль СМИ в гомонизации межнациональных отношений». Наряду с местными средствами массовой информации, общественниками, представителями научного мира и национальных организаций в нём приняло участие руководство телеканала ЛРТ. В Рязанской областной библиотеке имени Горького в рамках фестиваля национальной книги «Читающий мир» прошло несколько событий, посвящённых межнациональной тематике. На этом круглом столе обсуждали влияние СМИ на отношения между народами России. Не случайно эти все события проходят в библиотеке. Я уверена, что и в Московской области, просто знаю, библиотеки нужно, важно и можно использовать, как тот самый ресурсный центр в работе по этой важной, тонкой и сверхчувствительной теме. Люберцы и наш телеканал на мероприятии представила Екатерина Дегтярёва. Генеральный директор ЛРТ рассказала о том, что освещение межнациональных отношений – один из главных векторов деятельности телекомпании. За несколько лет канал выпустил более 500 видеоматериалов на эту тему и, что очень важно, работает коллектив ЛРТ согласно Этическому кодексу журналистов. Одним из таких принципов главных – это звучит так. Не замалчивать факты и проблемы, а снизить градус напряжённости в обществе, привить согражданам интерес и уважение к истории и культуре народов, населяющих Россию, настроить аудиторию на созидание стабильного многонационального общества. И самый главный принцип – это быть объективным, непредвзятым, то есть полной информацией владеть и, соответственно, её подавать. Екатерина Дегтярёва озвучила предложение проводить обучающие семинары не только для журналистов, но и для руководителей средств массовой информации, чтобы межнациональная журналистика меньше совершала ошибок, не раздувала конфликты ради рейтингов, а мирно передавала информацию, которая оказывает влияние на всех, в том числе и на детей. Такое предложение вызвало поддержку участников круглого стола. И вот сегодня духовная такая угроза России со всех сторон и усиливается, и она на сегодняшний день заставляет нас, в том числе жителей Рязани, очень внимательно, очень вдумчиво, очень корректно смотреть и, конечно, обучать и готовить нашу молодёжь, наших детей, определить им хорошее, стабильное, мирное будущее. Пожар. Прилетает ласточка, приносит во рту водичку, пытается потушить этот пожар. А через пять минут прилетает воробей, во рту приносит соломинку, пытается бросить, чтобы она разгорелась, это гораздо сильнее. От этой водички и от этой соломинки этому пожару всё равно. Просто каждый показывает своё отношение. Я надеюсь, что именно такие специалисты будут в нашем сообществе, которые будут способствовать развитию межнациональных отношений. Также на мероприятии были озвучены планы на будущее. Среди них празднование 95-летия со дня основания Советского Союза, где дружба народов была основой строительства государства. Предлагаю провести межрегиональную конференцию «Традиции дружбы народов в России. Исторический опыт и современность». И к этой дате, может быть, провести конкурс на лучшее освещение в СМИ деятельности национальных и религиозных общественных организаций. С участием, конечно же, гильдии межэтнической журналистики. Кроме того, было предложено организовать пресс-тур, поддерживающий межнациональные связи, посадить парк дружбы, издать книгу народов России. И на регулярной основе проводить общественные слушания и уроки дружбы в школах. Наталья Григорьева, Яна Яковлева, Кирилл Евгеньев. Телеканал ЛРТ. Телеканал ЛРТ получил приз в номинации «Чистое Подмосковье» на 21-м открытом фестивале «Братина». Он прошел в Дмитровском районе с 5 по 8 октября. Фестиваль посетили более 200 представителей подмосковных телекомпаний, а также 6 регионов России и 12 стран мира. Как это было? В репортаже Марии Лапочевой. Друзья, мне просто сразу хочется поблагодарить, во-первых, всех, кто приехал, наши уважаемые жюри, коллег. 21-я «Братина» прошла сразу в двух городах Дмитрове и Яхрыме. Участников фестиваля ждали три ярких, насыщенных дня – конкурсы, мастер-классы, творческие встречи. В первый день для журналистов провели обзорную экскурсию. Кроме того, для них подготовили развлекательную программу. Гости мероприятия посетили одну из самых ярких достопримечательностей этих мест – памятник воину-освободителю Перемиловскую высоту. Именно здесь русские солдаты переломили ход Великой Отечественной войны, а Яхрама стала первым городом Советского Союза, освобожденным от немецких захватчиков. В память об этих событиях в 1966 году здесь и установили этот памятник. Второй день стал одним из самых интересных и важных для журналистов участников фестиваля. Стартовал конкурс «Стиль репортаж с колес». За несколько часов нужно было не только найти интересную проблемную тему, но и снять и смонтировать сюжет. В конкурсе участвовали 20 телекомпаний. Команда телеканала ЛРТ рассказала зрителям о Яхрамском шахматном клубе, который находится в аварийном состоянии. Вечером того же дня все работы участвовали в публичном просмотре. За лучший, по их мнению, сюжет голосовали сами жители Яхрама. Все сюжеты до того интересны. Мы даже растерялись, что выбрать. Нам вместе много нравится. И хотелось бы узнать, а еще такое повторится, такой фестиваль? Лучшим, по мнению зрителей, был назван сюжет «Театр, где играют дети общественного телевидения Серпухова». Второе место взяло телевидение «Города Видное» с сюжетом, памятник которого нет. Третье место досталось ТВ «Угреша», город Зержинский. Но на этом соревнования не закончились. Гостей и участников 21-й «Братины» ждал еще один не менее интересный конкурс «Вы в эфире». 14 ведущих со всего Подмосковья поборолись за звание лучшего. Сезон 2017 бронируют в среднем на 10 дней и тратят на отдых более 3000 рублей в сутки. 8, 9, 10, 10, 9. Кроме этого, на протяжении всего фестиваля жюри оценивало работы по номинациям «Моя Россия», «Милосердие», «Телерепортаж», «Рекламный ролик» и «Чистое Подмосковье». В последней номинации телеканал ЛРТ взял второе место с фильмом про девятый автопробег Союза журналистов Подмосковья. Апофеозом мероприятия стала традиционная церемония испития из чаши «Братины». Этот ритуал – дань уважения всем участникам «Братины». Считается, что журналисты, испившие из одной чаши, роднятся, становятся «Братинщиками». После того, как чаша пройдет по всем гостям, она возвращается на сцену. Добавлю, что «Братины» – ежегодный смотр электронных СМИ Подмосковья. С 2000 года фестиваль проводится под патронатом губернатора Подмосковья. Участниками фестиваля являются телекомпании Московской области, а с 2001 года к ним присоединились и иностранные коллективы. Мария Лапчева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. В продолжение темы. На конкурсе «Телерепортаж с колес» в ходе фестиваля «Братины» за один день нужно было найти интересную тему в незнакомом городе и сделать интересный сюжет. Телеканал ЛРТ рассказал участникам и конкурсантам фестиваля о Яхромском шахматном клубе. Давайте посмотрим. Ну вот, ты на мат мне готовишь, а я – вот мат. Виктор Аксенов любит играть в шахматы. Можно сказать, это его отдушина. Пенсионер даже организовал клуб по интересам, который существует уже много лет. Последние годы за настольными играми ветераны собирались в Яхромском доме культуры, а теперь им выделили помещение на улице Ленина. Но и в этой бочке мёда есть своя ложка дёгтя. Финансовым, пусть финансовый вопрос, даже и не разговаривают. Все ребята подписали, около 30 человек, чтобы хоть хотя бы немного, если бы деньги пошли на уборку нашего здания, на ремонт. Помещение принадлежит местной администрации, и все коммунальные платежи платит, естественно, она. Всё бы хорошо, но состояние этого места оставляет желать лучшего. Своими силами пенсионеры маломальски привели его в порядок. Но здесь на голом энтузиазме не выйдешь. На нормальное функционирование клуба нужны какие-то деньги. И речь сейчас не о покупке дорогих столов. Начать хотя бы с малого. Если первая половина клуба ещё хоть как-то пригодна для нахождения вне пенсионеров, то во второй требуется капитальный ремонт. Здесь царит полная разруха. Но особенно впечатляет туалет, которым вынуждены пользоваться пенсионеры. Он находится в аварийном состоянии. И на просьбы местных ветеранов хоть как-то привести его в нормальный вид, Яхрамская администрация никак не реагирует. В разгар съёмок, как по мановению волшебной палочки, в клубе неожиданно возник представитель местной администрации с подарками. На удивлённые вопросы о том, что он здесь делает, ответил просто. Вы немножко упустили из виду, что у нас же есть шахтный клуб, и у нас отдельно лежат, возможно, им и нужно здесь, они и пригодятся, поэтому мы привезли. А, сегодня? Ну просто так случилось, то есть это не связано с вами, мы понятия не имели. Просто да, мы сейчас работаем, освобождаем склад. Хочется верить, что это правда. А пока пенсионеры собирают деньги на очередные турниры, каждый день как на работу приходят в клуб, живут этими встречами и не сдаются. Мария Лапчева, Никита Скраган. Специально для фестиваля Брадина. Профессор с большой буквы. В гинекологическом отделении медико-диагностического комплекса «Институт здоровья» открыли мемориальную доску выдающемуся акушеру-гинекологу, доктору медицинских наук Юрию Ландыховскому. Торжественное мероприятие было приурочено к 90-летию со дня его рождения. Нет ничего ценнее жизни на земле. Коллеги Юрия Дмитриевича Ландыховского часто вспоминают слова профессора. Именно поэтому он посвятил себя помощи женщинам, которые дарят ту самую бесценную жизнь. Являясь одним из ведущих специалистов по диагностике и лечению миомы матки, он оставил неизгладимый след в науке. Своими знаниями профессор Ландыховский поделился с последующими поколениями врачей. Первая моя операция была сделана вместе с ним. И это очень важно, наверное, когда сразу на твоем пути встречаются неординарные люди с огромным интеллектом, с невероятной добротой, с потрясающей любовью к женщине, почитанием ее. Мемориальная доска в честь 90-летия со дня рождения Юрия Ландыховского появилась в гинекологическом отделении медико-диагностического комплекса «Институт здоровья», которое, кстати, с гордостью носит имя выдающегося доктора. На памятной табличке изображен сам профессор, а мелкие детали на ней имеют глубокий смысл. Инструмент олицетворяет его изобретательность. Ключ — это символ пути к сердцу женщины. И, конечно, золотые руки, которые были у блистательного хирурга. Наталья Григорьева, Луиза Егезарян, Яна Яковлева и Дмитрий Родзянко. Телеканал ЛРТ. На прошедшей неделе во всем мире отмечался День психического здоровья. Эта дата совпадает с наступлением традиционной осенней хандры, которая неизбежно влечет за собой физическое и ментальное ухудшение состояния человека. Наша съемочная группа побывала в Люберецком психоневрологическом диспансере, где узнала, как отличить просто плохое настроение от серьезного заболевания — депрессии. Настроение осень. В эти дни нам так часто приходится сталкиваться с этим. Не хочется работать, жить, думать, мечтать. Одно лишь желание — зарыться под одеялом. Или, как я, укутаться в розовое пальто. И действительно, яркие тона в одежде, вкусные согревающие напитки и интересный досуг хоть немного, но все же могут побороть сезонную хандру. Однако, оказывается, преодолевать плохое настроение на самом деле — наша жизненная необходимость. Ведь под маской такого длительного душевного состояния может крыться нечто большее — депрессия. Кроме сниженного настроения могут быть неприятные ощущения в разных частях тела. Например, ржение в области головы, за грудиной, в области живота, апатия, тоска, нежелание чем-либо заняться, нежелание общаться, трудно сосредоточиться, хочется лежать, никого не хочется видеть. Но, конечно, присутствует нарушение сна, плаксивость, раздражительность. Проявление даже некоторых этих факторов говорит о сигнальном звоночке. Пора обратиться за помощью к психиатру. Ведь депрессия может не только привести к трагическим последствиям, но и стать причиной многих других заболеваний. Известный факт — все наши болезни от нервов. За помощью можно обратиться в обычную поликлинику. На более профессиональном уровне этим занимается Люберецкий психоневрологический диспансер. Там пациентам назначают амбулаторное лечение и не только. Кто не ставит на учет? Учета давным-давно уже нет. Поэтому консультации проводятся индивидуально. Никуда информация на основании персональных данных, которые мы все владеем, никуда информация не передается. Помощь оказывается на месте, здесь и сейчас. Доказано, осенью и весной у населения обостряются все психические расстройства. Однако точный диагноз однозначно может поставить только врач. Социально адаптированные люди менее подвержены депрессии. Поэтому, говорят специалисты, занятия — любимая работа, спортом, хобби, а также общение с близкими. Это отличный помощник в борьбе с соседней хандрой. Так же считают и люберчане. Настроение — это все зависит от человека. Нужно выходить на улицу, дышать свежим воздухом, заниматься спортом, тогда появится настроение. Отдыхаю, гуляю, спасибо. Думать о хорошем. И сразу будет хорошее настроение. Не знаю, общаться больше с близкими, родными. Слушать музыку хорошую. Кофе, шоколад. Ну и бегать надо по улицам заниматься чем-то. Помните, осень — не повод для печали, а пора, а чье очарование, которое может вдохновить вас на прекрасное. Все зависит лишь от того, как на нее посмотреть. Анна Троян, Дмитрий Родзянко и Александр Богданов, телеканал ЛРТ. И в завершении выпуска областной марафон творческих программ по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах прошел в 27-й школе. За право выхода в финал сразились 8 отрядов ЮИТ из Люберец и ближайших муниципалитетов Подмосковья. Стоп, стоп, стоп! Экстремальные места! Да-да-да! Вниматель всегда! Стоп, стоп, стоп! Экстремальные места! Остановись, водитель, при виде пешехода! Гимназия «Интерес» призывает автовладельцев быть предельно внимательными. Этот творческий номер принес победу школьникам на муниципальном этапе фестиваля. Интересный подход к современному зрителю помог им стать лучшими среди 16-ти люберецких команд. Всегда хочется что-то свежее, что-то новое, чтобы держать руку на пульсе. Что сейчас важно? Очень много в Инстаграме выкладывают фото, видео, репортажи. Мы вместе за безопасность дорожного движения. Мы и это про свит, и об этом сказали. Состоять в отряде юных инспекторов дорожного движения – это почетно, говорят члены команды гимназии «Интерес». Благодаря таким мероприятиям Ангелина и Полина не только нашли новых друзей и смогли реализовать свои таланты, но и познали важнейшие правила поведения на дорогах. Мы хотели бы научить всех, кто может быть не знает или не до конца их знает, научить всех правилам дорожного движения, потому что многие люди погибают, попадая в эти аварии, не соблюдая правил. Чтобы дети знали дорожное движение, как переходить дорогу, чтобы не попадали в аварии. На зональном этапе марафона творческих программ люберцам пришлось сразиться с восьми сильнейшими командами из ближайших городов Подмосковья. Участники из Бронниц, Раменского, Жуковского, Шатуры, Лыткарина и Реутова выступили со своими музыкальными номерами. В них школьники перевоплощались, танцевали и со сцены призывали уважать других участников дорожного движения. Их выступления оценивали члены жюри и почетные гости фестиваля. Детское творчество, которое, наверное, это самое выразительное из форм искусства в нашей системе пропаганды безопасности дорожного движения. Я сам понимаю, как я заверну, круто. На самом деле так и есть, потому что, наверное, сильнее всего на осознание детей действует именно ваше творчество. По итогам марафона члены жюри определили две команды, которым предстоит побороться за звание лучших из лучших. Победу в марафоне одержала команда «Люберец» из гимназии «Интерес». Серебро у школьников из Шатуры. Именно они поучаствуют в финале фестиваля творческих программ, который состоится 25 октября. Анна Троян, Дмитрий Родзянко и Александр Богданов. Телеканал ЛРТ. Ну что ж, такой мы увидели уходящую неделю. Чем будет интересно следующее, узнаем совсем скоро. Ну а пока что я напоминаю, что все новости городского округа «Люберца» есть на страничках ЛРТ в социальных сетях. Не забудьте подписаться. Ну а пока я, Наталья Григорьева, с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»